Стекольный завод в Белозерском районе был создан еще в советские времена. С распадом СССР предприятие остановило свою работу, поскольку имело большую задолженность по оплате электроэнергии. Сейчас на месте производства остались только руины. В 2015 году появилась реальная возможность восстановить предприятие. Администрация района принимает участие в Шадринском инвестиционном форуме с предложением по строительству завода по производству стекольных изделий. Площадка находится в селе Боровлянское, всего в трех километрах от федеральной трассы Курган-Тюмень. Район богат залежами кварцевых песков. Боровлянское месторождение природного материала единственное в Курганской области. В 2016 году в населенном пункте проведут газ. Глава района видит в реализации проекта особую значимость. Пластиковая упаковка долго разлагается, а продукт, который хранится в такой таре, наносит вред организму. О том, чтобы запретить полиэтиленовую упаковку, задумались депутаты Государственной Думы. Эту идею подхватили и власти Белозерского района. Это, во-первых, экономия идет по природным ресурсам. Необходимо меньше уже этого песка добывать для того, чтобы изготовить бутылку. И, во-первых, это очень становится рентабельным производством. Поэтому, а сейчас пластик куда его? Увезли на свалку, он там лежит, никому не нужен. Пришло уже то время, когда необходимо переходить на все-таки нам на стеклянную тару. Это все-таки экологическая чистая упаковка. Значит, она прозрачна, видно ее содержание. Глава района считает, что участие в Шадринском инвестиционном форуме одинаково полезно как для населения, так и для предпринимателей. В каждом районе есть и земля, есть и природные ресурсы. Значит, есть имущество, которое можно предложить инвестору для того, чтобы он это имущество использовал, уже только завозил оборудование, потому что есть здание, строение. Вот. Это очень полезно. И я думаю, что надо, чтобы он форум этот работал ежегодно и постоянно. На месте будущего предприятия есть вся необходимая инфраструктура – школы, детские сады, клуб. С восстановлением завода около 250 человек получат новую работу. Проект окажется выгодным не только для инвесторов. Заметно пополнится и бюджет района. Елена Швецова, Александр Менщиков, Лизия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.